Мы готовим материалы, полезные для развития вашего бизнеса, вот уже 10 лет. Более 100 тысяч посетителей обращаются к нам ежемесячно. Мы ценим ваше время и разработали для вас новостную рассылку в удобном формате. 3000 наших подписчиков уже получают ее каждое утро. Деловой квартал представляет ДК.ру. Присоединяйтесь! Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Ирина Гусева. А я Павел Кравцов. В эфире ток-шоу «Бизнес-среда» для предпринимателей или тех, кто только собирается ими стать. Сегодня мы будем выступать немного в экспериментальном формате. Наверняка вы уже заметили, что гостей у нас в студии нет. Лето в разгаре и по определенным причинам часть нашего коллектива на отдыхе. И мы решили сделать спецвыпуск «Бизнес-среды». Честно говоря, он будет не очень серьезным. Мы решили наполнить его теми моментами, которые остаются за кадром нашей программы. В них мало каких-то решений о бизнесе, но все это наш родной продукт. И мы решили вспомнить самые яркие выпуски «Бизнес-среды». Татьяна, я знаю, что у вас есть необычный тур. Это тур для худеющих. Тоже такое мы придумали только из-за таких людей, которые с нами ездят на событий. Это был посыл от людей, от женщин наших, которые говорят, мы хотим куда-то в какой-то объект разместиться, чтобы быть вдалеке от территории, чтобы это было тихо, чтобы с нами поработали профессионалы в Азове. То есть реку переплыл, и все, и ты полная изоляция, и что хочешь там. И с тобой работают тренеры, с тобой работают люди, которые работают по специальной программе, и с точки зрения питания. А вы помните свою первую проданную вещь? Да. Что это было? Это были сапоги. Это было очень давно, мне было 13 лет. Вы уже тогда возили, в 13 лет? Я не возила. У меня был папа, который мог в эпоху дефицита нам с мамой достать правильное слово вещи, и это не всегда попадало в размеры. И поэтому размер не подошел, и нужно было что-то с этим делать, так как я увлекалась тогда рыбками. Стрепя сердцем, поменяли сапоги на губиках. Нет, я получила удовольствие. Предпринимательская жилка, да? В свое время, когда еще на этапе идеи, еще не было ничего, была только идея, я набрал козье молоко в обычные бутылки пластиковые. Может быть, сейчас понимаю, как-то было наивно, уже имея опыт работы с сетями, с дистрибьюцией, с розницей. И поехал в три магазина к специалистам, которые отвечают за закупки. Говорю, вот у меня есть молоко, я построю ферму, буду его производить, выпускать в бутылках, если вы будете его продавать. Ну, все так поулыбались, мы взяли телефоны, но в тот же день мне перезвонили из всех трех магазинов, сказали, мы подождем, пока вы сделаете ферму. Если рассматривать бизнес-среду как стартап, то, конечно, самой важной была первая программа. Это было еще до нас с Ирой, и, как говорят, тут было совсем не скучно. Все понимают, где они находятся, и что может произойти в этой передаче за этот час, который мы будем записывать, да? Нет? Единственное, что будет, это будет весело. А Райк будет участвовать? Говорит, я не понимаю, а что тебе, как бы, я всегда говорю одну вещь. Вот послушайте меня. Миллионы парикмахеров, миллионы парикмахерских, миллионы салонов, миллионы известных там стилистов. Показывает, естественно, одному меня по первому каналу, и не только, слава богу, да? Но их клиенты, они не пойдут ко мне стричься никогда. Мои клиенты не пойдут никогда туда постричься или сюда постричься, а это мои клиенты. Это любовь, это выбор, получается. Да, это любовь, которая не за один год приобретаемая и взаимно отданная, и влеполученная. Кто может заниматься этим бизнесом? Вот человек сладкоежка, или там мама троих сладкоежек, или только выпускник кулинарного техникума? Вы меня спрашиваете? Вас сначала. Я вообще сладкое не люблю. Вот так вот, я же говорил, они дилеры, понимаешь, они продают нам, понимаешь, а сами не едят. Не дилер, как не... Любое у меня дегустации каждый день. У вас есть дегустаторы, кстати, должность? Я. Сколько платят? Я главный дегустатор. Вам еще один не нужен. Я главный дегустатор, пожалуйста. Причем я привлекаю. Кто не зайдет, вот у нас спор, сомнения. Вы график вывезти, когда можно проходить? Приходит человек с улицы, у нас дегустационная находится рядом с приемной. Любой человек с улицы, я его зову, попробуйте. Вам это нравится? Давайте только сейчас не говорим, потом я спрошу в диагнозе. Или нет? Нет, приходи. Паша, наверняка у тебя есть самый запоминающийся момент при съемках передачи «Бизнес-среда». На самом деле это сложный вопрос, но если так думать, то, наверное, первое впечатление самое сильное, и поэтому вспоминается, наверное, кастинг. Надеюсь, впечатления у тебя от кастинга были положительные. Ну, я не парился по этому поводу, и мне кажется, что все прошло хорошо. Сейчас посмотрим. Мы готовы начинать аренду. Привет, дорогие зрители! Как и обычно, в это время мы с очаровательной бизнес-вумен Ириной начинаем ток-шоу «Бизнес-среда». Привет, дорогие зрители! Как и обычно, в это время мы с очаровательной бизнес-вумен Ириной начинаем ток-шоу «Бизнес-среда». Так вот обязательно сидеть или можно будет наоборот сидеть? Можно. А, мне просто удобнее стоит сидеть, поэтому я спросил. Но это не важно сейчас. А еще спрашивайте у Ирины. Ирина, тебе комфортно будет? Ну, мне нужно попробовать, и я посмотрю. Клубника красная или зеленая у вас вообще? Такая коротенькая так шоу о клубнике Сегодня, как обычно, в это время наша программа «Бизнес-среда» Вместе с очаровательной Ириной, предпринимателем, который на своей, можно сказать, шкуре в эфире На своем опыте показал, что девушка тоже может быть успешным бизнес-фобой Елена, вы как человек, который точно знает, чего хотят люди, ваша аудитория Интересно ли им было бы купить себе спальню на колеса? Думаю, да, и сейчас мы живем в век скоростей На этом мы переходим на рекламу и держимся Я придумал шточку Да мы были, сказали тебе За время нашей передачи госдолг США вырос на 120 долларов И на этой, для многих, хорошей новости мы заканчиваем наш ток-шоу Пока! Давайте что-нибудь высокотехнологичное, чтобы мы поговорили о силиконовой долине, о всех делах Силикон! Наконец-то какие-то апогеи всего Дорогие телезрители, мы ставим сноску, паушальный износ Тут первый износ, за который, собственно, и покупается француза Здесь будет профография Паушальный износ, за бикселоконус, стоит миллион, две сел Итак, Елена Где вы покупаете тмин? Где вы, Елена? Ира, скажи, а какая программа больше всего понравилась тебе? Ну, мне понравилась передача про стартапы Мне очень понравилось, как молодежь заявляет о своих идеях Как громко они об этом пытаются сказать Как они работают И вообще их подход к делу Я думаю, что мы сейчас можем посмотреть об этом немного подробнее Скажите, пожалуйста, с какой установкой вы выходили на рынок? Это было желание изменить мир какой-то глобальный? Или все-таки вот это вот желание заработать? И то, и другое Но, естественно, хочется оставить свой след в истории И поэтому долго, собственно говоря, определялся Вообще по образованию я экономист, банкир Но так сложилась судьба, что познакомился с людьми Которые непосредственно меняют мир к лучшему И зарабатывают, к тому же, на этом неплохо Дела за границей в этом направлении, в этом бизнесе обстоят существенно лучше Но постепенно и мы там будем Поэтому я заранее как бы хочу застолбить место в этом Есть какой-то временной прогноз, через сколько вот такие энергосберегающие системы станут Хотя бы половиной рынка? Нельзя сказать, что у нас такая же линия развития, как в Германии или в США Но, тем не менее, можно так кратко охарактеризовать, что примерно отставание в 20 лет То, что в Германии начиналось в 90-х, мы сейчас примерно то же самое переживаем у нас Но на самом деле это даже хорошо, что мы отстаем на 20 лет, потому что в Германии у меня сейчас было бы 46 Мы видели реально отрасль, в которую можно заработать, которая не сильно развита у нас в Ростове И немногие люди до сих пор в неё вливаются Потому что связываться с растениями — это те же самые живые организмы Это очень сложно на самом деле Риски большие Да И поэтому изначально, когда мы начинали заниматься ландшафтным дизайном, да, мы преследовали цель заработать на этом А впоследствии, да, мы столкнулись с тем, что в нашем городе присутствует некачественный материал посадочный из европейских питомников И как бы мы задумались над тем, а почему мы не можем сами выращивать растения Сейчас мы наращиваем потенциал, у нас уже где-то около 5000 растений на участке И скажу, это очень мало на самом деле для питомника В дальнейшем, в дальнейшем, конечно, цель уже поставлена То есть цель — вытеснить импортный материал, возродить именно российские питомники Если бы я хотел заработать денег, я бы, наверное, пошёл в нефтедобычу Потому что кофе — это второй после нефти продукт по потреблению в мире Ну, конечно, желание заработать, оно присутствует всегда Бизнес без этого не может развиваться Но если предприниматель заточен только на получение денег Он опускает клиентскую часть, опускает сервис, он думает только о прибыли В итоге возникает такой перекос, который приводит, собственно говоря, к некачественному продукту У нас, конечно, была мечта создать уютное заведение, куда люди приходят после работы Чтобы общаться с новыми друзьями, узнать что-то новое Вообще какую-то полезную информацию, и всё это за чашечкой вкусного кофе А ещё мне понравилось общение с фермерами Многие люди уезжают из деревни в город, чтобы заниматься бизнесом и учиться А в данном случае предприниматель уехал в деревню для того, чтобы организовать своё дело Ну, кстати, это была самая длинная поездка нашего видеоблогера Дарьи Симонова Которая всегда объезжает бизнеса гостей А расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Занимаемся мы промышленным содержанием и выращиваем кролика Основное направление – это производство мяса кролика охлаждённое Что в наше время достаточно редко, но набирает очень быстро обороты Какое поголовье кроликов и откуда ведётся привоз? Поголовье сейчас насчитывает около 10 тысяч всего Завезли мы его из Франции в конце 15-го года, в августе 15-го года А что вообще в сфере кролиководческого бизнеса в Ростове и Ростовской области? Я думаю, есть определённая ёмкость В зависимости от того, как быстро и интенсивно будут развиваться я или кто-то ещё Ёмкость насытится И, соответственно, я думаю, что не я один буду этим заниматься Будет ещё кто-то Я знаю, что сейчас уже есть две компании, которые построили корпуса Пребрели у меня поголовье в нашей Ростовской области И они тоже выйдут на этот рынок То есть мы будем вместе как-то его наполнять Мы выпускаем, производим козье молоко В фасованной бутылке, которая идёт в продажу магазина нашего города А также федеральные сети Ну, как такового рынка до недавнего времени не было После развала Советского Союза очень многие отрасли сельского хозяйства практически потеряны Сейчас многое возрождается Козоводство относится к их числу Козья ферма моя, она первая в области Пользуясь случаем, хотел бы развеять миф о том, что козье молоко имеет специфический неприятный вкус и запах Поэтому предлагаю вам попробовать Натуральный продукт Давайте Вообще, очень вкусно Пейте на здоровье Ира, у меня есть пародия, хочешь покажу? Конечно Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дарья Симонова, я видеоблогер И сегодня мы находимся на центральном рынке города Ростова-на-Дону Где спрашиваем у ростовчан, где же они всё-таки предпочитают отдыхать И куда бы могли повезти гостей нашего города Ну что, Ирина, похоже? Очень похоже Дамы и господа, а вы можете посмотреть и подумать, похоже или нет Итак, в эфире опроса от Дарьи Симоновой Мы сегодня находимся на центральном рынке города Ростова-на-Дону И мы спросили уважаемой профессии продавца Куда поехать туристу отдыхать в ростовской области? Новочеркасск, Новочеркасск хороший город Но там есть всякие музеи интересные, хорошие Можно туда съездить Ростов, во-первых, посмотреть Таганрог, Новочеркасск Все достопримечательности Там-то очень хорошие памятники Например, в Новочеркасске есть памятник Ермаку, очень красивый В Таганроге есть музей Чехова У нас есть соленое озеро Соленое Вот отсюда где-то минут 10 ехать Очень хорошее, прекрасное Скоро там строим Гостиница Насколько я знаю, года 2-3 назад Туда приезжать с Москвы Потом с Питера Петербург, ну Санкт-Петербург С Питера Я сама отдыхала У меня дома, рядом 20 минут ходьба Ну, мест у нас очень много Левый берег Дона Так, это если он рыбак То можно, как сказать, есть озера На Дону сейчас можно рыбки половить Это в Верховье по Дону Ближе к Коксаю Ну, а здесь можно по набережной отдыхать Это просто, как бы Посидеть там, кофе попить У нас для туристов Левый берег Дона Это великолепный вариант Там очень много у нас кафешек, ресторанов Ну, это туристический такой комплекс У нас, кстати, Танаис Новочеркасский Я знаю, что где-то какая-то есть Вешенская очень хорошо Пожалуйста, там Ну, что, Старочеркасск Очень красивое место Что еще? Азов у нас, там и крепость И все, что хотите Ну, и вообще места красивые, хорошие Ярпачин есть На Дон, именно Ну, там, да Там рыбалочка Там разные базы есть Ну, можно в веселый поехать Опять-таки, это маны Левый берег Дона у нас Бас очень много Новочеркасский, езжайте Там берег Дона Там тьма-бас Где можно отдохнуть Паша, это была как раз Та программа В которой были буквально Подарены бизнес-идеи Как вы считаете С чего надо начинать Хватит ли миллиона И если он есть На что его нужно потратить Для того, чтобы дело было успешным Ну, для гостевых домов О том, что мы говорили Вообще затрат По большому счету Таких не нужно Если есть у кого-то там Дачи какие-то Где нет, да Проживающих Таких много на самом деле Людей Это раз, да Второе, вот еще что Пришло так в голову Да, сувенирная продукция Да, сегодня Семикаракурская продукция Она дорогая Но когда мы приезжаем В разные страны Мы видим, что есть Дешевые кепочки, брелки Какие-то маечки Там кружки Я люблю Ростов Этого купить Вот дешевой такой продукции Рассчитано на среднего туриста Который просто приехал В Ростовскую область Даже каких-то Ну, сейчас появились на самом деле Там магнитики на холодильнике Но все равно Вот сувенирной продукции Ее мало И, наверное, вот Если кому-то посоветовать Этим заниматься Мне кажется, что это было бы Очень востребованным Да, можно вот Взять там кредит Да, небольшой В центре предпринимательства Например Да, и вот организовать Такое Купить сувениров Да, можно купить маек Например И сделать нанесение Я люблю Ростов Или кружек Да, и тоже Сделать нанесение Ну, тут просто фантазия Да, должна включаться То есть можно прийти домой И сказать Я на 200 тысяч рублей Купил маек Я люблю Ростов И все У меня в жизни Все хорошо Здесь нужно ловить туристов На трафике А не ждать То, что они приедут Ради того, что мы возродим Там один из эпосов То есть я в Соединенные Штаты Ради возрождения Там индейской резервации Не поеду То есть Некие иные вещи Меня привлекают В современных цивилизаций Поэтому деловой туризм Там аграрный потенциал Промышленный потенциал Ну и Тот трафик Который мы обладаем Да Там Ворота Северного Кавказа Или то, что через нас Проходит основное сообщение Европы и Азии Как раз таки Вот на этом и надо На большом логистическом Или там Перекрестье дорог Надо Ловить этих туристов То есть Соответственно Это Все-таки Будущий аэропорт Это М4 Ну и на закуску Еще блок О том Что остается За кадром Бизнес-среды Букавы пропали Букав нету Букавы появились Здравствуйте Дорогие зрители Я Ирина Гусева Ладно Это шутка была Давай писем Здравствуйте Дорогие зрители Я Ирина Гусева Да что такое За мной Ребят Дорогие зрители У нас же ток-шоу Это ток-шоу Бизнес-среда И сегодня мы Сочаровательная Бизнес-вумен Ирина Начинаем Ток-шоу Бизнес-среда Побывала в наших гостей И узнала С чего у них Все начиналось И как обстоят дела Сейчас в их бизнесе Сначала Бизнес-среда Побывала в наших гостей И узнала С чего же у Ирина Все начиналось Я бы хотел Наверное Вспомнить Каким был Кастинг 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 Я прошу прощения Просто Ничего нет Нет Ничего нету Черный экран Не бойтесь Открывать Своё дело Пока Я же не Я сказала Начинать А ты открывать Дамы и господа Вот такой вот Неформатный выпуск Бизнес-среды Спасибо Что были с нами Ир Ну что Раз Два Три Не бойтесь Открывать Своё дело Пока Так придумали Бобрёнки Чтоб хотели Все ребёнки С радостью Сюда ходить Свои зубики Лечить Чтоб казалось Каждой крошке То лечение Понарошку Поиграли в докторов Раз И зубик Твой здоров Чтоб сам Просил ребёнок Ну давай Пойём Бобрёнок Продолжение следует... Продолжение следует...